Пожалуйста, не делайте выводы о том, что происходит из видео и фото. Тем более из возраста и того, что вы себе придумываете. Я показала то, что хотела показывать, так как не считаю правильным выносить на показ настолько личные вещи и проблемы в отношениях. Пусть это останется между нами. Надеюсь за понимание. Люблю. Всем привет! Вы на канале Единомирная. И судя по названию ролика, вы уже понимаете, о чем пойдет речь. Речь пойдет о нас с Мимишкой. Дело в том, что, к сожалению, может быть, к счастью, мы остались. Давайте перейдем к сути. Я хочу рассказать вам о том, все-таки, что произошло, почему мы так решили. В общем, началось все с того, что все-таки большинство подписчиков Мимишки очень плохо и негативно приняли меня как девушку Мимишки. Очень много было хейта, очень много было оскорблений в мою сторону, но очень много было писем, дирекции, словами, там, ты его недостойна и так далее. Но, тем не менее, прошло около двух недель, и большинство в Инстаграме меня полюбили и немножко в Ютубе. Но все равно я под нашими видео видела очень много негативных комментариев о том, что я с ним только из-за денег, там, и так далее. И меня это очень сильно раздражало, безусловно. Но я старалась держать, потому что я же знаю истину, я понимаю ее. И я продолжала дальше улыбаться, с вами общаться и радоваться жизни. Но тут началась как бы другая проблема. Здесь начались частые ссоры, частые мини-конфликты. Мы начали очень много ссориться, мы начали очень редко видеться. И начались непонятные фотографии, которые мне подписчики скинули в директ, что он там с кем-то целуется и так далее. Но при встрече он, конечно же, мне говорил о том, что это было давно, они просто это все поймали, вытянули от кого-то и так далее. Не знаю, как на самом деле все происходило, но сейчас это, в принципе, уже, наверное, не важно. В общем, я всегда старалась работать над отношением, потому что я всегда понимаю, насколько это важно, насколько важно поддерживать отношения. Потому что отношения — это то же самое, что и работа. Нужно постоянно держать руку на пульсе и постоянно общаться. То есть не просто вы ссоритесь и расходитесь, а ссоритесь, но вы находите какой-то компромисс. Оба хотите найти компромисс, оба решаете что-то, но здесь было слишком много работы с моей стороны и полный ноль там с его. Безусловно, мы не жили вместе и не живем. И очень часто я видела в интернете, как какие-то девочки к нему приходят и снимают с ним видео с утра до ночи, с вечера до утра. Конечно, я не знаю, что там могло произойти, и, в принципе, сейчас это уже не важно, но просто представьте себя на моем месте. Как бы вы отреагировали, если бы ваш треклойник сказал о том, что к нему на ночь приходит девочка, чтобы тупо снять видео там в Текло? Мне кажется, вам было бы как-то обидно. Вдвойне обидно, когда подписчики отмечают на публикациях тебя, и ты видишь, как они там типа вы just friends и так далее. А ты это все видишь, и ты воспринимаешься это слишком серьезно, особенно когда это везде, и это не один день, а это целую неделю, можно сказать. Безусловно, обидно за то, что ты тратишь время на человека, который тебя не ценит, например. Хотя постоянно извиняется там и так далее. Я до последнего, честно, до последнего я старалась прощать все косяки, которые были, все провалы, все минусы. Вы же должны меня понять, я не могу вечно отдаваться отношению впустую. Мне нужна какая-то обратная связь. Не нужны упреки, что я тебе подарил подписчиков, я из тебя сделал звезду, какую ты звезду из меня сделал. У меня не так много подписчиков, чтобы ты этим мог выпендриваться. Да, безусловно, рада за то, что есть люди, которые обратили на меня внимание, твои подписчики, которым я интересна. Но не надо зазнаваться, не надо говорить о том, что если бы не я, ты бы не была такой-сякой. Я до последнего надеялась на то, что все, что между нами происходит, это не просто так, не просто ради хайпа, там, с его стороны, с моей стороны, и не просто ради того, чтобы использовать человека, там, обижать, оскорблять и так далее. Я до конца надеялась на то, что это будут целостные отношения, которые в дальнейшем приведут к тому, что мы станем сильнее рядом друг с другом. Но, к сожалению, я не из тех людей, кто готов постоянно терпеть и смотреть, как мой мужчина, там, снимает видео с какими-то девушками, там, сосется с кем-то на камеру ради хайпа и так далее, ради того, чтобы его где-то опубликовали и сказали, прикиньте, он такой-сякой, там, и на этом хайп поднимать. Я не могу терпеть такие отношения. И не могу терпеть отношения, где тебя не уважают, где ты глусеешь из-за нервов и где человек пропадает на несколько дней, а, может быть, на несколько недель, и ты даже не понимаешь, что с ним. Не хочу такие отношения, которые убивают меня, и из-за этого я неделями не могу снимать на YouTube-канал, не могу выкладывать сторис или видео. У меня просто разбивается все внутри, и я думаю, блин, мне кажется, что я вообще просто потеряна. Я до последнего думала о том, что в Сочи, мы ездили отдыхать недавно в Сочи, я до последнего надеялась на то, что мы там помиримся и станем сильнее, лучше и забьем на всех, но, к сожалению, мы вернулись в Москву и поняли, что мы уже не можем быть вместе. Я просто понимаю, что у нас разные цели и разные жизненные позиции. То есть у него в голове это все-таки какие-то тусовки, развлечения, может быть, алкоголь. У меня в голове все-таки что-то другое, я, может быть, хочу уже к семью, и я домашний человек, который сидит дома и любит почитать книгу, снять видео и узнать что-то новое. Мы совсем разные, и в то время, когда он тусит с друзьями, я сижу дома и занимаюсь самообразованием. Все-таки мне нужен человек, который будет сидеть со мной дома и общаться на какую-то интересную тему, нежели я буду видеть человека, который тусит там и что-то еще делает с девушками с ночи до утра. И сейчас я буду дальше продолжать свою карьеру в Инстаграме, в Ютубе. Мне мама всегда говорила одну фразу, что никогда нельзя терпеть неуважение к себе. Зачастую мы относимся к этим словам очень пустословно, но к счастью или к сожалению, эти слова являются правдой. А я, честно говоря, не понимаю людей, которые ради каких-то подарков, ради каких-то денег терпят к себе что-то непонятного уважения. Просто так терпят, просто потому что он меня бьет, но я его люблю. Непонятно, о чем человек думает, когда такое говорит. К сожалению, таких людей очень много. С одной девушкой насилие в России уже просто беспределом. Нет, у меня не было насилия, у меня все было хорошо относительно. Знаете, я до последнего надеялась на то, что отношения можно спасти. Я постоянно прощала его, постоянно прощала его за измену, за предательство, за ложь. Я забивала на то, что к нему какие-то девочки приходят до утра тусить. Постоянно думала, что все будет хорошо, и что можно просто доверять человеку. Но я поняла, что я не могу доверять человеку, который даже работает блогером, и ему нужно же держать постоянно хайп рядом с собой. Он постоянно с кем-то целуется, кого-то трогает, кто-то на него там запрыгивает и так далее. Я поняла, что я не могу такое терпеть, потому что, ну, блин, я... Ну, мне обидно просто. Я никогда не позволяла себе на камеру там как-то приобнять его и так далее. Всегда думала о том, что это что-то личное, это что-то мое. Но когда я постоянно видела о том, что он с кем-то обнимался, целовался, когда кто-то на него прыгал на камеру, у меня постоянно разбивало сердце, но он постоянно приходил ко мне, извинялся, подарил цветы, и я думала, что все хорошо, и что пусть так будет дальше, возможно, это все временно, и я прощу его. Но я как бы не железная, и я не могу очень долго терпеть то, что мне не нравится. Я начала говорить о том, что вот это вот мне не нравится, исправь это, пожалуйста, оно меня раздражает. Что я слышала? Нет. Это моя работа, я должен так делать. Я закрывала глаза на это, закрывала. И, наверное, последнее, что меня просто выбило из клей, это когда человек пропал на две недели перед поездкой. Мы договорились о том, что мы вместе поедем отдыхать в Сочи, а он пропадает на две недели. Я не слышу от него ни звука, ничего. Я переживаю. Я не знаю, где он. Я начинаю волноваться, у меня начинается паника. Я просто пропадаю из соцсетей. Он не берет трубку. Его друзья говорят, потому что они не знают, где он. Я на панике, у меня начинается просто истерика. Я уже думала, что с ним что-то случилось, понимаете, насколько мне было обидно, что человек куда-то пропал. Я думала, что он умер, понимаете, вот настолько у меня проснулся страх в голове, что я потеряла этого человека. Через две недели он мне звонит и говорит о том, что ссори, я был занят. То есть я две недели не могла спокойно спать, а мне в ответ ссори, я был занят. Я, конечно, ему высказала, что вот, чувак, мне как бы больно, мы как бы встречаемся, а ты тут пропадаешь на две недели, я не знаю, где ты, с кем ты, кто ты и так далее. Я пообижалась, конечно же, день-два, потом забила на это, потому что у нас скоро поездка, и нужно готовиться к ней. Перед тем, как рассказать, что было в поездке, я расскажу о том, что мы на самом деле с ним очень разные люди, потому что я, например, люблю сидеть дома, в то время как он любит тусить, там, алкоголь, танцевать и так далее, а я люблю сидеть дома. И каждый раз, когда я сидела дома, он, соответственно, тусил. Мне, безусловно, некомфортно, потому что я думала, что я искала человека, который будет также со мной сидеть дома, и будем вместе смотреть телевизор и кушать попкорн и обсуждать что-то. Изначально он мне таким представлялся, он говорил там, что да, я домашний, а вот такой я сразу понимала, что это мое, это идеальный человек. Но оказалось, к сожалению, соответственно, не так. Он очень много времени уделял своим друзьям, алкоголю, тусовкам. Я сидела дома. Я просто поняла, что он еще не вырос, потому что мне нужна семья. Мне нужно, чтобы человек всегда был рядом со мной. У него, к сожалению, в приоритете друзья, а я лишь, не знаю, игрушка в его руках, которую можно отбежать, оскорблять, которая еще будет терпеть все и прощать. Я не игрушка, и я не могу вечно извиняться, с ней вечно слушать извинения в свою сторону. Поэтому все-таки мы разошлись. А теперь возвращаемся к тому, как мы съездили в Сочи. Это было прекрасно. Мы очень много ели мороженого. Мы катались на Розах Ультер, на аттракционах. Мы, блин, очень классно провели время. И я реально думала, что, блин, мы же так можем жить, это так классно. Мы так много просто катались, развлекались. Там было море, там был аттракцион, там были горы, машины, тачки. И, блин, было очень классно, но почему-то по приезду в Москву спустя пару дней пришли к выводу к тому, что мы не можем быть вместе. Потому что человек не готов к чему-то серьезному. Он готов развлекаться, тусить, кататься, но он не готов брать на себя ответственность. А я не могу так. Я всю жизнь брала за себя ответственность, я всю жизнь действовала. Вот так мы примерно и расстались. Каким образом мы расстались? Это были ссоры, руганьи, или мы спокойно разошлись. Я напишу об этом в последнем посте в своем инстаграме. Вот инстаграм, мирная.ру. Приходите. Под последним постом я напишу о том, как мы разошлись. Это была ссора, ругань, мы били стекла, посуду. Либо мы спокойно и мирно разошлись. Также отвечу на вопросы общаемся ли мы сейчас, дружим ли мы сейчас и многое другое, что между нами произошло за все это время. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал Дина Мирна. Это наш канал, наши совместные усилия. Безумно рада тому, что нас уже с вами 30 тысяч, больше 30 тысяч человек. Я хочу сказать каждому спасибо за поддержку, потому что дальше будет только лучше. Дальше будет только годный контент, супер крутая информация и масса развлечений. Поэтому обязательно подписывайся на этот канал, обязательно ставь лайк этому видео, чтобы я увидела, что тебе понравилось это видео. Спасибо тебе большое за то, что ты посмотрела это видео. Я тебя люблю. И всем пока. С вами была Дина Мирная. Дальше только круче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok